приветствую вас друзья с вами Варчик в этом видео снова поговорим про карту Сталинград недавно в одном из видео я сказал что карта не очень но на этом я считаю не стоит останавливаться нужно полностью разобраться с картой и все точки над и поставить я по-прежнему считаю что направление для средних танков этот берег это направление какое-то странное я в него абсолютно ничего не понимаю посередине там ступеньки возле самого берега возле ступенек какое-то здание ехать туда упарываться очень опасно могут приехать все команды и запинать тебя особенно если будешь ехать туда в начале боя без инфы если будешь ехать туда позже то это нужно делать когда уже есть преимущество в остальное время просто стоишь смотришь на огромное количество всяких препятствий и укрытий очень тяжело что-то в них там разглядеть ничего не понятно найти какие-то осмысленные и понятные позиции на средних танках на легких и так далее тяжело как оно играется я вообще не понимаю но вот я попал на тяжелом танке на карту сталинград поехал на фланг который якобы подразумевается для тяжелых танков и что я вижу да все также тяжело очень много различных проездов проемов прострелов очень много кучек насыпей бойниц окон каких-то не не до конца разрушенных домов очень много ежей какие-то стенки мешки все равно очень тяжело и сложно много всяких маленьких прострелов больших прострелов через всю карту прострелов видно что и танкисты пока что теряются на этой карте но все же как-то на тяжелом танке она играется можно увидеть где бросили направление где какую-то улицу не прикрывает не простреливают где не следят за тылом можно что-то попробовать поиграть но это же будет работать и в обратную сторону если твоя команда бросила какую-то улицу что-то не контролирует дает врагам проехать очень много различных проездов разъездов в общем якобы карта не коридорная но с другой стороны кто эти все многочисленные разъезды проезды объезды переезды кто это все будет контролировать ведь если кто-то что-то не контролирует из какой-то улице грубо говоря в любой момент может выскочить враг и сделать свои дела на фоне вы видите бой как я поехал играть в город на тяжелом танке и там вижу как одно место враги не контролирует другое место не контролирует я смог им проехать сбоку смог им проехать в тыл смог продавить направление а все почему потому что мои союзники поехали шире вокруг вокзала они там немного заарили на себя врагов а посередине направление бросили в основном у них тяжелые танки еще сфокусировались на центральной дороге которая выходит на площадь там они с маусами застряли и с кем-то перестреливались весь бой там простояли то есть много танков у них занимались контролированием одного направления одной улице но в этот же момент они очень много других улиц вообще не контролировали и бросили их это пространство открыла мне возможность для маневров я смог расстреливать врагу так как мне удобно и вот возвращаемся на фланг для средних танков а там некуда не подъехать не поджаться там просто один большой туннель с холмом внизу один домик и в этом большом берегу просто какие-то там заборчики различные и все там нету такого что ты куда-то можешь подъехать объехать переехать что то там еще поделать и слева от этого берега там узкие коридорчики между домиками куда самому заезжать опасно надя могут выехать кучи и задавить если нет инфы теперь я могу наверное более полноценный вывод сделать по карте она сто процентов сложная она сто процентов не дружелюбная к новичкам на ней нужно очень много контролировать одновременно направлений улиц прострелов хорошо ориентироваться по карте быстро самому находить прострелы если ваша команда много улиц не контролирует она создает себе турбо поражение точнее дает возможность врагу воспользоваться пространством и сделать то что я сделал в этом бою бесплатно набить кучу урона на быстром тяжелом танке я видел комментариях некоторые люди писали что карта хорошая да вот если такие бои играть как я сырал то карта хорошая а если взять слабый средний танк который не может играть агрессивно и поехать на зелень то ты просто стоишь ждешь конца боя и уже не ты создал себе турбо победу с кучей урона и летишь впереди всех побеждая всех налево и направо а наоборот ты стоишь и ждешь когда к тебе такие приедут и очередной раз все равно карта была сыграна очень быстро уложились в пять минут и одна из команд с треском проиграла а другая без особых потерь выиграла я очередной раз убеждаюсь что сейчас на многих картах городских коридорных и так далее мне лично намного легче играть на тяжелых танках особенно на быстрых которые ездят практически так же как и средние танки вот мы пришли к тому что не все так однозначно нельзя сказать что карта сталинград полностью провальная и плохая или полностью классная и крутая у нее есть как и положительные стороны так и отрицательные на тяжелом танке я бы в принципе и поиграл но на среднем танке что-то как-то не хочется играя на тяжелом танке я бы уже не сказал что эта карта худшая в игре вполне себе нормально сыгралась и было интересно но со временем возможно танкисты будут более внимательнее на этой карте играть но это не точно покажет время но что делать на этой карте на среднем танке у меня такое впечатление что лучше вместе с тяжами ехать играть в игру поскольку чё там на зелени делать я так и не придумал я абсолютно как-то не вижу как на берегу можно на среднем танке стабильно хорошо отыгрывать такое ощущение что было бы наверное удобнее средним танкам играть на берегу если бы там были всякие холмы окопы которые бы давали возможность подъезжать играть друг с другом там вокруг как-то объезжать а так как-то просто все стоят и смотрят когда им тяжелые танки снесут всю карту вот теперь это мое окончательное мнение по карте сталинград на тяжелом танке она в принципе нормальная на не тяжелом танке ну такое с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока уны и и и и и Продолжение следует...